Да, пока можете прочитать условия, собственно. То есть первое задание достаточно простое. Нужно просто написать функцию, которая будет работать вот просто. Ну, просто чтобы мы не в дальнейшем в семинаре не использовали одни и те же... Ну, то есть не копировали миллиард раз один и тот же код. Ну, и кроме того, будет небольшое буквально там несколько заданий, домашнее задание по вот этим алгоритмам. Посмотрите, опять же, как они себя ведут. И для очень интересующихся реализовать такую штуку... Ну, реализовать еще один оптимизатор, который вот из нейронных сетей пришел к нам. Так, значит, вот я скидываю... Так, вот ссылка на материал семинара. Так, вот ссылка на материал семинара. Соответственно, у нас идея в том, что мы хотим первое что сделать... Это писать общую функцию льгодиентного спуска. Ну, то есть для этого нам нужно понимать, что в ней вообще должно быть. Градиент-десент. Вот. Ну, соответственно, да, в нашем задании плюс еще будет там... Я просто добавлю пример из PayTorch'а, потому что как он это считает, просто посмотреть, насколько это проще. Следовательская работа будет. Значит, градиент-десент. Значит, что нам нужно? Нам, по сути, нужно... Нам нужна сама функция. Нам нужен df. А кроме этого нам еще нужен, собственно, learning rate. И, как ни странно, нам нужен... Помимо всего этого, нам еще нужно... Собственно, сейчас... Кроме learning rate, нам еще нужны нам steps. То есть даже если мы решим там останавливаться в тот момент, когда у нас там сошлось до какого-то значения, нам все равно желательно все-таки ограничивать число шаблона. Мы должны вот такую функцию написать. Ну, давайте мы ее, собственно, напишем. Значит, для этого мы перейдем... Где-то спуска для одной переменной. Просто скопируем оттуда код. И посмотрим, что нам нужно. Значит, нам нужно... Ну, и на самом деле нам изначальное приближение. Не совсем понятно, откуда брать. Но давайте мы его... Ну, да, давайте мы вот этот V0 будем брать тоже от пользователя, потому что, ну, в зависимости от задачки, может быть, он нам на разный нужен. Хорошо, значит, что мы дальше делали? Значит, соответственно, дальше мы... Значит, мы for in range. Вот, собственно, нам steps. Что мы делали? Мы брали и говорили, что... Мы вычисляли градиент нашей функции. Vcur. Vcur. Текущие точки. Значит, нам нужно, соответственно, сказать, что Vcur – это, собственно, в начале этого нулевое. Дальше мы из Vcur по формуле градиентного спуска вычитали Vcur минус G умножить на, собственно, learning rate. И дальше мы после всего этого возвращали Vcur. То есть, по сути, его печатали. Значит, кроме этого, нам бы еще хотелось печатать, собственно, значение функции. Давайте назовем их losses. То есть, будем близки к нейронным сетям, где у нас это действительно будут loss. И будем просто на каждом шаге в самом начале делать F от Vcur. Ну и в конце мы тоже это добавим. Потому что у нас последний самый Vcur, он не поменяется. Так вот. Значит, вроде бы мы все учли. Ну, если мы все учли, то у нас должно это работать на каких-то простых функциях. Мы, в принципе, можем и работать желательно так же, как это работало до этого. Ну, давайте, собственно, тут у нас минимум четыре. Ну, мы строить ее, наверное, не будем. Просто напишем эту функцию. Значит, у нас... Паддон. А, ну, можно взять просто эти штуки. Значит, тут у нас gradient descent. Значит, ну и мы что делаем? Значит, напишем gradient descent. Значит, передаем ему функцию, передаем ему производную этой функции, передаем gradient, скажем, 0, 0, 1. Число шагов, скажем, 100. И изначальное значение для приближения. Так, ну тут минимальное значение 0, поэтому давайте мы какой-нибудь там минус 1, скажем, сделаем. Будет ли она работать? Так, ну, да, в качестве FD. Так, ну, по-видимому, да, по-видимому, оно действительно сошлось, да, оно находит, в чем находит очень быстро. Течение функции нашлось буквально за один шаг. Давайте. Будем что-нибудь случайное просто передавать. Значит, у нас должно, собственно, лоссы передаться нам. Функция должна вернуть лоссы. И должна передать, собственно, в итоговое V. Его назвать V star. Как-нибудь еще. Значит, итоговое V у нас минимум где достигается. Что мы не сошлись. Да, мы еще не сошлись. Еще идем. Нам не хватило сна шагов. У нас случайно в каком-то значении. Ну, хорошо, давайте дадим ему там тысяч шагов и learning rate сделаем. Ну, давайте learning rate поменьше, побольше сделаем. Если какой у нас V. минус 1. Ну, минус. А, ну да, минус 1. Отходим. Сейчас посмотрим. Да. Да, минус 1, поэтому до этого и сходилось. Так, все. Значит, это все работает. Да. Ну, хорошо. Окей, значит, действительно мы сошлись к минимуму. Так. Давайте посмотрим. Хотелось бы сейчас что-то странное. Так, сейчас давайте мы напишем нашу функцию. Нарисуем ее. Тоже можно сделать просто V range. И функция, собственно, это у нас Y, это F, это V. Давайте построим. Минус 2 до минус 2. Ну, действительно, да, минус 1. Все идеально сошлось. Хорошо. Так, значит, идем дальше. Идем дальше, значит. Смотрите, как влияет learning rate на поиск минимума функции. Ну, в принципе, можно как раз-то на этой функции посмотреть. Куда у нас получилось что-то не очень удачное приближение в начале, мы берем. Как раз-то на нем и можно посмотреть. То есть мы можем... Нам для этого нужно на самом деле построить несколько learning rate и вот так вот их напечатать. Эти истории. Давайте это сделаем. Единственное, вот мы хотим посмотреть, как learning rate влияет. Ну, давайте тогда мы наше приближение изначально его как-то зафиксируем. Скажем, что у нас V0, это random. Random. И, значит, у нас есть histories вот эти. 4 for in range, скажем, там 10. Что мы делаем, значит. Мы считаем, добавляем histories. Лосс, и дальше мы это построим. Сейчас у нас лосс один и тот же. То есть, по идее, и нам нужно сюда передавать V0. У нас сейчас один и тот же лосс. Поэтому... Одна и та же стартовая точка, поэтому у нас просто ничего не поменяется. Нам нужно learning rate поменять. Значит, ну, learning rate, давайте просто его попробуем. Там, например, 100 делить на 10 степеней. То есть, у нас таким образом получится там использовать learning rate и там от сотни до 100 делить на 10, 10, то есть 10 минус 8. Посмотрим, как эти learning rate будут работать. Ну, можно заодно их сразу, раз которое мы пробовали, мы их можем сохранять себе. Чтобы... Сильно не мучиться. Сейчас, G1, Descent, V0. Так, я что-то забыл его передать. Да, я ему забыл передать. Собственно, learning rate я его удалил случайно. Случайно. Так. Хорошо. Ну, вот видно, что где-то мы что-то делаем и очень плохо. Здесь, кстати, на каком индексе она? На первом, видимо, самом. Ладно, давайте так. Она, видимо, перепрыгнула, и ему стало очень плохо. И так ты не хочешь. А, пардон. Все, я понял, в чем проблема. Ну, так. Какой-то learning rate. Ну, кто не хочет? Кто не хочет? Ну, хорошо, пусть будет один. Перебрали какое-то количество learning rate. Теперь посмотрим, как они будут работать. Ну, собственно, здесь достаточно оптимистичная картина. Потому что вот у нас там... В одном случае, кстати, у нас очень большой learning rate. Это прямо было видно. Он приводил к каким-то проблемам. Давайте еще пробуем с десяткой. Нет, он не хочет. Сейчас слишком большой шаг. И там функция достаточно быстро растет. Ему это не нравится. Хорошо. Так, хорошо. Ну, и лейбл у нас пусть теперь будет все-таки не номер 1, а все-таки это будет learning rate. Так. Ну, и мы делаем plot legend. Почем посмотреть. Если кто-то может догадаться, что к чему приводит, но можно вот... Значит, мы видим, что красный learning rate у нас, в принципе, сходится. У нас... В чем тут на самом деле, тут интересно. Как-нибудь странно. То есть, то здесь есть все-таки неочевидные места. Давайте мы построим только learning rate. Давайте сделаем лейн-вид 2 и альфа сделаем 0.3, скажем. А, там и лейр или рис. А вот так. Ну, так тоже не все удается посмотреть. В принципе, видно, что у нас есть некий оптимальный learning rate, то есть 0.1. Вот он сошелся очень хорошо. И у нас есть 0.0.1, который тоже достаточно быстро сошелся. И у нас есть как бы более-менее оптимальный learning rate. Сначала посмотрим на меньшие. То есть, у нас плохо сходится 0.0.1. У нас достаточно плохо сходится learning rate еще меньший. Вот. Ну и есть набор learning rate, которые сходятся очень медленно. Они вот туда же, видимо, слились. То есть, это вот эти. Но у нас мы не можем увидеть почему-то 10. Фу, learning rate 1. То есть, где он здесь, не совсем понятно. Это был первый самый learning rate. Давайте посмотрим, как у него. То есть, мы возьмем просто и фэлер. Минус 1.0. Вот так давайте. Возьмем просто маленький, самый большой наш learning rate. И его построим. Вот. И видно, что он не сходится. То есть, вот мы взяли самый большой learning rate. Тут, конечно, идеальнее было бы посмотреть при помощи какой-то интерактивной библиотеки библиотеки визуализации. Мы ее не давали просто в ходе курса. Поэтому без разницы. Значит, вот мы видим, что большой очень learning rate просто не дает этой штуке сходиться. То есть, она, конечно, понимает, что ей куда-то надо идти. Но ее просто выбрасывает. То есть, она грабляется в одну и другую сторону. У нас, получается, просто она не учится. Логично можно посмотреть, что... Давайте посмотрим 0.1. У него как будет идти уже судьба. Вот он уже сходится. То есть, опять же, мы можем... Можно сделать некий вывод, что когда у вас learning rate очень маленький... Ну, давайте мы просто построим вот эту историю для нескольких learning rate. Значит, это у нас 0.1 learning rate. У нас вот есть один learning rate. У нас есть learning rate 0.1. И у нас есть learning rate. Там какой-нибудь вот такой. У нас тоже был. А, ну у нас есть еще... Да, у нас много меньших learning rate. Ну, на самом деле, на них тоже видно. Давайте просто начнем. Значит, у нас было изначально... У нас не очень хорошее приближение. Можно на него даже посмотреть. У нас так получилось просто, да. Что V0 у нас 0.77. И он достаточно далеко расположен, собственно, от минимума функции. Мы от него считаем V0. Получается вот это 7.16. Дальше, что мы видим? Мы видим, на самом деле, что когда у нас learning rate очень большой, у нас ничего не учится. Вот просто гадетный спуск, он не может сойтись в минимум. Здесь та самая ситуация, которую часто любят показывать. Давайте мы посмотрим. Сейчас давайте я нарисую. У нас learning rate... Вот у нас наша функция. Она приблизительно так выглядит, парабол. Значит, у нас есть эта функция. И как работает learning rate, как работает гадетный спуск, когда мы слишком перестарались. Значит, вот у нас есть наш первый шаг. Где-то здесь мы расположим. Так, сейчас подумаем. Давайте розовенький. Вот мы здесь оказались. Значит, у нас гадиент на самом деле в этой точке там как-то вот так направлен. Значит, когда у нас очень большой learning rate, но вместо того, чтобы по этому гадиенту сделать какой-нибудь шаг и оказаться вот здесь, мы прыгаем сюда. Ну, тут не очень удачно. Хотите, давайте более пологую такую. А что ж такое? Художник с меня. Значит, вот мы сюда прыгнули. Сюда прыгнули. Лучше не стало. То мы отсюда-сюда прыгаем. Тоже лучше не становится. Ну и, то есть, можно вполне, на самом деле, просто, когда у нас очень большие гадиенты, мы вполне можем иногда, просто у нас гадиенты будут вылетать за... То есть, мы будем брать очень большие значения, которые, разумеется, дают лос куда больше, чем изначально. Это единственный вопрос, почему... Почему он вообще... Почему он ровно единичка? Вопрос. То, что оно может не сходиться на больших learning rate, это действительно факт. Сейчас посмотрим. Значит, у нас гадиент... Давайте мы еще, кроме этого, просто vs посмотрим. То есть, какие у нас v происходят. Мы их тоже будем добавлять. Будем пустые. Тоже на каждом шаге добавлять. Ну и будем их тоже высощать. Значит, посмотрим. Так, а лос... В history, в h... Значит... Давайте посмотрим. Вот, мы передали learning rate равный единичке. Посмотрим, какой у нас лос будет. Лос очень большой. И посмотрим, какой у нас vh. Пардон. Ой, не vs. Надо добавлять в его кур, конечно. Так, у меня получается какая-то дрянь. Так. Vh. Ну вот, мы начали... Собственно, да. Но... Это как раз-то вот... То, что пока... То есть, оно берет и просто скачет между двумя значениями. Можно увидеть. То есть, оно просто... Оно берет и скачет между двумя значениями. Значит, у нас меняется местами 0 и минус 214. 0, 14 и минус 214. Просто мы... Мы попали так, что мы просто на симметричных местах сидим в всей этой истории. У нас, соответственно, получается, что у нас лос всегда один и тот же, но очень большой. Он, на самом деле, все-таки чуть-чуть лучше, чем был изначально, лос. Изначально у нас было хуже значение функции. Но он все равно очень большой. Давайте посмотрим. Вначале был. Какой у нас в конце? А, ну нет. На самом деле, и нет. То есть, в данном случае, просто штука прыгает между двумя значениями. Так вот нам не повезло. Вот, соответственно, это очень большой learning rate. И вот поэтому мы такую историю, собственно, и получаем. Вот, соответственно, когда у нас learning rate маленький, у нас такой истории нет. У нас получается следующее, что у нас learning rate очень спокойно берет и сходится к ну минимуму. Причем к минимуму сходится достаточно быстро. Тут ухватило очень мало итераций. Это очень хорошая в этом плане функция. Когда мы идем, там, берем меньше learning rate, 0.01. У нас все по-прежнему хорошо. Просто мы сходились медленнее. То есть, на самом деле, опять же, вот большое... Почему большие learning rate очень не любят? Потому что на функциях большого числа переменах очень легко попасть в ситуацию, когда вы за счет этого просто не сможете сойтись в минимум. С другой стороны, здесь у вас похожая, по сути, ситуация, которая вас... То есть, не похожая, другая ситуация, но вред будет похожий. Когда вы берете меньше learning rate, у вас... Вы сходитесь все медленнее и медленнее. Когда вы берете learning rate, там, 10-9, скажем, вот тут видно, что вы вообще не сойдетесь на самом деле. То есть, у вас точно так же будет вот эта проблема. То есть, у вас очень маленький лосс, очень маленький learning rate, он не позволяет просто оптимизироваться, потому что у вас прибавление к вашему значению, оно очень-очень маленькое. У вас сам градиент не очень большой, возможно, и вы увеличиваете это на очень маленькое значение. А когда вы... Ну, и там, например, learning rate не такой маленький, но вы просто будете очень-очень долго сходиться. То есть, у вас за буквально, там, несколько эпох сходится learning rate, там, 0.1, за 100 эпох, там, ну, чуть больше 100 эпох сходится learning rate 10-2, а learning rate 10-5, и он тут будет сходиться, наверное, там, еще 10 тысяч эпох. Не эпох, а шагов. Вот, получается вот такая история, что SGDS, ну, то есть, не SGDS, а градиентный спуск, он сильно зависит от вот этой истории, связанной с тем, что просто у вас learning... Если вы выбрали неоптимальный learning rate, то у вас и сходимость будет очень сильно меняться. Вы либо найдете минимум, там, за сколько-то итераций, либо не найдете, либо может быть ситуация, когда вы вообще не сможете сойтись, либо из-за того, что у вас слишком большой learning rate, либо из-за того, что он слишком маленький. И, в принципе, эта интуиция, она применима к нейронным сетям, когда у вас очень много переменных, у вас будет та же самая проблема. Вот, на лекции мы с вами затронули еще одну такую проблему, которая состояла в том, что, когда у нас есть некая функция, которая, давайте, пологая, вот, например, вот такая, то мы с вами видели, что мы очень медленно доходим до минимума реального. И при этом мы же с вами видели, что, если мы будем использовать, вторую производную, то все будет легче. Но, к сожалению, у второй производной есть некая проблема, заключается в том, что в общем случае ее использовать нельзя. То есть мы не можем ее использовать для очень большого числа переменных. Поэтому мы хотим и на маленьком числе переменных придумать какой-то другой подход, который будет более обобщаем. Идея будет следующая. Давайте мы будем запоминать, какой градиент был до этого. И, допустим, в стаж, к нашему градиенту, который мы сейчас посчитали, добавлять градиент, который мы посчитали на предыдущих шагах, там, на предыдущих шагах, ну, плюс какой-то коэффициент. Тьфу, не плюс какой-то коэффициент, а посчитанный в неком окне. То есть, например, там, хотим в окне 10, хотим в огне 100 и так далее. На самом деле на эту штуку можно смотреть, ну, с очень такой историей, что мы запоминаем, как бы, что у нас вот функция... Смотрите, вот мы здесь были, мы запомнили, что мы, на самом деле, здесь очень быстро катились вниз, и поэтому мы вот здесь продолжаем катиться еще какое-то время. То есть, у нас такой мячик, который обладает инерцией. И вот этот мячик, он, за счет того, что он катился с высокой горки, он даже, когда попал на ровный столик, он на этом столике еще преодолевает какое-то расстояние. Ну, давайте вот попробуем это сделать. Собственно, как бы это нам сделать? Значит, возьмем просто исходную нашу функцию. Пусть у нее по-прежнему все вот эти истории будут записываться, чтобы мы не думали, почему там правильно ли у нас все реализовано. Но, кроме этого, мы будем еще записывать градиенты. То есть, просто брать, и вот мы посчитали градиент. И сразу, прив градцать, мы делаем аппенд текущего градиента. Ну да, давайте так сделаем. Пока так. Значит, добавили предыдущий градиент, и просто будем к градиенту добавлять предыдущие значения. Это минус 100. Ну, значит, нам нужно добавить еще... Мы про ком-то хотим окне добавлять, то есть, которые были до этого какое-то количество. Мы не хотим усреднять все градиенты, потому что тогда мы... У нас вот этот мячик, он очень долго будет катиться, просто за счет начального большого градиента, и мы можем вообще сюда выкатиться. Не, ну мы сделаем какой-то Windows Size. Он, допустим, будет 100. Мы, соответственно, берем градиенты в окне 100. И считаем от них среднее. И добавляем ее к нашему градиенту. Пока сделаем так, посмотрим, что получится. Градиента сеттом, какой-то момент. Будет своеобразный момент. Ну, тоже нормальная история. Хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим, как наше вот... Значит, нам нужно задать вот такую функцию и задать ее производную. Хорошо. Значит, у нас функция... Вот как выглядеть? Верни, VF4. Плюс 1. А здесь мы сделаем DF от нее. Это возвращать будет 3 на... В4 на V3. Так, 4 на V3. Плюс 1. Без плюс 1, потому что это произвольная константа. Давайте проверим. Ну, во-первых, что у нас в прошлый раз не было какой-то ошибки. Возможно, что у нас вот здесь градиентный спуск будет работать хорошо. Вдруг так получится, что градиентный спуск на такой задачке уже работает адекватно. К learning rate надо... А, так. Нужно предыдущий градиентный. Я его переопределил. Что-то у нас есть предыдущий градиентный спуск. Давайте его запустим. Запустим его до той же точки, на самом деле. Пусть, бог с ним. Функция не сильно поменялась, поэтому сойдет. Значит, запустим его с той же точки. Нам нужен learning rate, скажем, там 0.1. Число шагов оптимизации 1000. И V0. Так, посмотрим, сколько мы... Сойдемся ли мы... Какой у нас будет лосс. Ну, вот. 1.0.0.16. То есть, в принципе, мы... Давайте посмотрим там на минус первого. То есть, у нас получилось некое значение. Оно, в принципе, не очень плохое. Но понятно, что хотелось бы лучше. Потому что мы знаем, что на самом деле минимум этой функции – это единичка. Мы можем посмотреть, что у нас минимальное значение – единичка. А достигается оно в нуле. А у нас здесь, на самом деле, V достаточно далек от того, которое мы хотим найти. Ну, просто потому что, опять же, V... F от этого V будет тоже не очень большим. Вот. То есть, на самом деле... То есть, вроде бы, мы что-то нашли похожее на правду. Ну, в качестве... В терминах самой функции. Но оно, на самом деле, достаточно далеко, вот, по самому аргументу, от реального минимума. Хорошо, давайте попробуем, вот, запустить gradient descent, который с таким вот своеобразным моментумом. Значит, мы его запустим и передадим туда, скажем, Windows Size. Ну, пусть будет 100, действительно, Windows Size. Работает ли у нас это? Нет, не работает, потому что мы... Windows... Не надо Windows Size именно. Будет ли у нас это работать? Так, ну, это как-то заработало уже хорошо. Смотрите, какой будет лос на минус единички. О, он меньше стал. Он меньше стал. Давайте посмотрим, какое у нас значение V. 0,042. То есть, мы достаточно сильно, на самом деле, приблизились к тому, что мы хотели. Можем поставить, например, скажем, тут... Давайте 2000 поставим, посмотрим, какой здесь будет. В этом случае лос. У нас он стал еще меньше, да? То есть, на самом деле, получается, что мы действительно за счет вот такого подхода смогли лучше сходиться вот к минимуму. Давайте поставим, например, Windows Size там 1000, и тогда мы... Ну, мы чуть-чуть перепрыгнули, получается, наш минимум. Но мы зашли вот с другой стороны, стало... Так, сейчас. Стало сильно... Ну, на самом деле, стало лучше, по-моему, сейчас. Не, мы тут перепрыгнули. Пардон, мы перепрыгнули. Давайте... То есть, мы вот видим, что если сделать слишком большой Windows Size, то мы, к сожалению, не попадаем, куда нам хотелось бы. А, у нас V... Нет, не V... Ты не перезаписывал, сладо. Ставим на сотни. Да. На сотни было хорошо. 0037. Здесь какой был? Здесь был 0.11, да. Ну, хорошо. То есть, мы... В принципе, мы сошлись лучше. То есть, мы все равно, на самом деле, затухли. Почему мы затухли? Ну, потому что в какой-то момент все-таки здесь накопившийся градиент, он, к сожалению, исчез. То есть, мы здесь сделали очень много шагов, у нас просто градиент стал маленьким. Но, тем не менее, эта штука действительно помогает. Теперь давайте мы ее попробуем еще на одной задачке. А, да, тут она меня дисконнектнула, но по понятной причине. Значит, давайте попробуем еще на одной задачке. У нас была функция с седловой точкой. Мы в ней вообще застревали. Давайте мы на ней посмотрим, как будет работать вот такой вот моментум, который такой наивный, своеобразный. Значит, вот у нас есть эта функция. И давайте мы посмотрим, не будем строить, наверное, график, потому что у нас, скорее всего, сейчас перелетим. Но мы знаем, что наш градиент, обычный градиентный спуск на этом работает плохо. Давайте сделаем тысячу итераций, но уже вот на такой функции. Посмотрим, куда у нас сойдется наш лоз. Получится ли у нас преодолеть вот этот застой в лозе? Сейчас. Минус одного. Ну, да, не получилось. Давайте посмотрим, на самом деле, в какой момент у нас неужели он настолько сильно упал. Так, сейчас давайте проверим. Во-первых, что у нас функция действительно приопределилась. Ну да. Ну давайте окно возьмем побольше. Может, получится. О. Уже куда-то мы пошли. Мы куда-то сдвинулись. Может, у нас... Во. Все. Ура. То есть мы сделали чуть-чуть побольше окно. И мы смогли такие... Так. Это слишком. То есть мы застреваем, на самом деле, в минимуме. В этой седловой самой точке. Но мы из нее медленно, наверное, уходим. Ну вот это минус инфинити, это значит, что мы ушли очень-очень-очень быстро вниз. Просто тут не совсем понятно, в какой именно момент мы начали уходить. Можно вот эти лосы посмотреть. Там от минус тысяч... От минус пятиста. Пятьста. Там еще все еще минус инфинити. Все еще. Ну вот, оно где-то в последние буквально шаги нашей оптимизации, оно начало уменьшаться. То есть если мы поставим там, скажем, 450, мы, возможно, не встретим. Что ж такое? Ладно. 400. Вот. Да, вот мы увидели, что у нас уже... А тут оно еще маленькое. Что ж такое? Да. Вот. То есть 3.82 уже. Все начинает стремительно убывать. И на самом деле очень быстро у нас лос достигает тех значений, когда оно уже просто инфинити. То есть у нас градиент, он нашу функцию минимизировал очень сильно, потому что оно действительно... Она минимума не имеет. И он пошел вниз. То есть у нас... Опять же, что у нас получается? У нас получается на самом деле... Ну давайте мы... На самом деле мы можем даже построить вот этот лос. Посмотрим просто, как у нас идет оптимизация, собственно, функций. То есть вот мы оптимизировали. Мы попали вот в эту историю, где очень медленно, очень медленно уменьшалась функция. Но за счет того, что мы до этого набрали скорость, мы в этой точке смогли все-таки двигаться дальше. Мы двигались, двигались, двигались. Мы чуть-чуть, по чуть-чуть двигались. Можно там взять, например, от 200 до 1000 увидеть. Мы чуть-чуть эту штуку уменьшали на самом деле. Но очень медленно. Мы очень медленно-медленно уменьшались. А потом в какой-то момент у нас резко пошло... Все пошло на снижение. Вот. И все это за счет моментума. Если мы просто запустим там 1400 итераций гандиентного десента, то такого не получится. Вот. Да. Вот у нас 1400 итераций, мы по-прежнему стоим на месте. Вот. И это классно. То есть получается вот этот моментум, он на самом деле действительно неплохая евристика, которая помогает нам, помогает нам оптимизировать функцию более лучше, более быстрее. И на самом деле просто выбираться из некоторых точек, с которых иначе мы могли бы не выбраться. Вот. Так. Хорошо. При этом на самом деле, ну, обычный сейчас. Давайте это запустим еще раз, чтобы сравнить. Вот у нас моментум, ай, по умолчанию надо поставить, что там тысяча. Вот еще окно, да. Окно большое. Вот мы спустились, а здесь мы спуститься не смогли. Мы продолжим тут стоять. У нас просто гандиент, он там тождественно равен нулю, скорее всего. Можно пытаться там посмотреть, но значения просто не меняются. Вот. То есть эта штука работает. Возникает вопрос, а что же тогда ее не использовать? Почему тут вот было написано, что в заголовке задания, что эта штука называется наив? А почему это наив? А все очень просто. У нас на самом деле вот этот, собственно, моментум, он, конечно, работать будет. Но представим себе, что у нас 10 тысяч параметров. На 10 тысяч параметров мы должны хранить предыдущие значения градиентов. Это очень много. Даже если мы там соптимизируемся и будем хранить только предыдущие тысячу там значений, это все равно очень много. То есть мы, в принципе, так просто не сможем с этим работать. Вот. Поэтому моментум он работает не так. То есть вот он делается не таким образом. Мы на самом деле можем сделать чуть-чуть лучше. Как мы можем сделать лучше? А мы можем использовать такую вещь, как экспоненциальное среднее. Значит, давайте мы просто посмотрим, собственно, как оно выглядит. Можно его, в принципе, даже вот на этих градиентах... То есть можно попытаться запоминать градиенты, которые у нас были. Пусть он возвращает нам превград еще наши функции. Давайте посмотрим, чтобы понять, что происходит. И запустим вот эту нашу нашу штуку. С момента он так... Почу играться. Значит, посмотрим, построим сначала график градиентов. Ну, вот он, то есть, типа, такой интересненький. Давайте возьмем какую-то часть только. Видно, что здесь у нас градиенты резко поползли вверх. На самом деле это говорит нам о том, что это не полностью идеальный метод. Если у нас градиенты начинают увеличиваться только, то есть мы начинаем катиться очень быстро вниз, у нас никакого способа затормозить эта штука не дает. Хотя, в принципе, есть способы. Опять же, вот в домашнем задании будет такой способ его реализовать. Давайте посмотрим на первые 100 значений. Вот мы видим, что они медленно уменьшаются. Может, там даже первые 10 посмотреть. Давайте, да. Бог с ним. Значит, вот они медленно уменьшаются. Значит, теперь давайте возьмем и построим для них... Ну, тут среднее получится в окне тысячи, не получится, к сожалению. По той простой причине, что у нас всего... Мы взяли всего... Ну, давайте, ладно, пусть будет тысяча кондиентов. Тысяча кондиентов. Давайте построим просто среднее в окне. Значит, как мы раньше брали, просто брали там первые... Если у нас их всего один, значит, средняя им один. Если два, то два и так далее, и так далее. Ну, давайте мы так и сделаем. То есть мы возьмем и... Наши градиенты просто... Значит, min grads будут... Free in range от grads. Мы будем говорить, что там будет... Min grads. Это npr.min, посчитанный под градиентом до этого. И min grads. Мы туда добавляем вот этот min grads. Так, ну и посмотрим... Так, только for range от тысяч. Только для первой тысячи построить. Ну и построим тоже график этих min grads. Вот. Ну, мы, в принципе, видим просто, что у нас min grads, они затихают намного медленнее, чем просто градиент. То есть форма похожа, но при этом вот это наполнение, оно немножечко другое. Хорошо. Давайте теперь попробуем сделать экспоненциальное среднее. Сейчас увидим сначала, типа, что это. Его посчитаем, а потом... Значит, exponential min. Пусть оно будет вот таким. Значит, и по умолчанию... Ну да, пусть оно по умолчанию равно просто первому градиенту. У нас просто не было лага с тем, что там min, там, нолик. Он равно первому градиенту. А дальше что мы делаем? Значит, вот это exponential... Мы его каждый раз будем пересчитывать. Как мы будем его пересчитывать? Мы будем брать предыдущее значение exponential и прибавлять к нему текущий градиент. Добавим это. И, ну, и будем, соответственно, сохранять это значение. Посмотрим, что у нас получится. ЛТ-оплот. Экспонент. Эксп-мин. Так, я его... Да, я его никак не назвал, поэтому оно... Еще. Так. Так, и его нужно сделать... Да, только коэффициент придется сделать другим. Сейчас альфа у нас будет 0,01. Кстати, он будет 1 делить на 1000. У нас Windows Size тут 1000, он должен быть 1 делить на 1000. Почему? Тоже увидим. Значит, здесь будет, соответственно, 1 минус альфа, а здесь будет альфа. Вот. Ну, и на самом деле здесь... Здесь даже видно, что оно еще медленнее затихает. Затухает, чем обычное среднее. Ну, и как бы степень этого затухания можно регулировать, например, просто за счет вот этого альфа. Например, можно 100 сделать, можно сделать 20. Вот тогда оно будет затухать вот так вот. Вот. Но на самом деле оно ведет себя... То есть оно выполняет похожую роль на то, что мы... Которую у нас выполняла... Выполнял мин. То есть оно выполняло похожее... Значит, что оно делало? Оно просто брало и не давало градиенту достаточно затухать. То есть оно накапливало предыдущие значения. И новые значения градиента, они добавлялись только с каким-то там... То есть они только... Только очень много нулей могут, добавленных последовательно, вот этот экспонент шалмин, они могут действительно его занулить. То есть вот он зануляется, но медленно. Соответственно, если поставить там 100, то это будет еще медленнее и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, идея на самом деле этой штуки состоит в том, что это действительно, ну, в какой-то мере является окном... То есть что вот этот экспонент шалмин, он действительно, ну, в какой-то степени, в своей, правда, считает окно в... в некой там... в некой области. Значит, чтобы совсем было правильно, давайте я вот так сделаю. Эспонент шалмин поначалу будет нанн. То есть поначалу у нас нет среднего, и мы его не можем посчитать. А здесь мы сделаем следующее. If exponential is none, тогда exponential – это 1 минус альфа умножить на exponential. На... Сейчас, просто... Тогда это... Сейчас. Сейчас. Может быть, будет просто грац. Вот. Сейчас посмотрим, просто получится ли таким образом, а иначе. Exponential пересчитывай. Сейчас посмотрим, получится ли таким образом, просто сделать, чтобы оно было более похоже. У меня так оно не получается. Тут просто вопрос, чем инициализировать в самом начале, потому что среднее, оно немножко... Чтобы это просто было средним, нужно, чтобы прошло достаточное число итераций. И оно как бы на самых первых шагах очень резко отличается от реального среднего. Вот. И как инициализировать самое первое значение – это вопрос. Потому что если мы просто скажем, например, 0, то у нас оно, к сожалению, будет очень быстро затухать. То есть оно просто не сможет вобрать в себя вот самые первые градиенты, как раз потому, что оно будет считать, что первое значение было нулем. Можно, например, делать exponential вот так. Ну, тогда ничего особо не меняется. Ну, окей. В общем, можно поверить мне просто на слово, что действительно для очень... Ну, для большого числа измерений если их достаточно долго накапливать, экспортициальное среднее будет очень похоже на такое обычное среднее. Значит, задача, которую мы формулируем в данной ситуации, стоит в том, что нужно просто взять и вот в этой истории написать вместо реального моментума написать штуку, чтобы мы просто хранили только экспоненциальное его значение. Экспоненциальное значение. То есть вместо того, чтобы хранить вот всю вот эту историю, мы ее всю закаменчиваем. Вместо того, чтобы вот здесь что-то там добавлять, мы просто будем добавлять экспонент. вот это экспоненциальное сейн. Мы его будем добавлять, осталось только чуть-чуть код модифицировать, чтобы вот у вас получилось, получился момент очень похожий на то, как он в реальности выглядит. Давайте вы это попробуете сделать. Вот, на это 5 минуток дадам, и после этого мы посмотрим, как это реально сделать. Так, стоп-шах. Возникают вопросы, возможно, можете их задать. Я смотрю на чат, который в Телеграме тоже можно там задать. Так. Ну, да, хорошо, можно задать на этапе выполнения ДЗ. Так, хорошо, ну, давайте посмотрим, значит. Ну, как вы это могли бы сделать? Значит, превграды нам не нужны. Значит, ну, давайте мы это тоже не будем добавлять. Систорию весов тоже не будем смотреть. Будем только лоссы возвращать. И веку. Так. Значит, смотрите, значит, заводим вот эту собственную экспоненту. Значит, умолчал, она действительно на. Значит, у нас здесь появилось место Windows Size, у нас появляется вот этот самый альфа. 0.1, скажем. По умолчанию он будет. Ну, и мы что, собственно, делаем? Мы берем и на каждом шаге, значит, вот эту экспоненту. Значит, если она на то это просто будет градиент. Ну, пусть будет так, да. У нас на первом шаге он удвоится за счет этого. А иначе это будет градиент умножить на 1 минус альфа плюс, плюс, собственно, экспоненту может на... Так. Только сейчас, только нам ее нужно умножать на 0.9. Так. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. тут не должно что-то сильно поменяться. Единственное, мы теперь возвращаем только лосс и в. Значит, посмотрим, сойдется ли это у нас за сколько-то... Ну, вот оно даже лучше сошлось по видео. Сейчас посмотрим. так, намекал результат из out of range. Давайте за 500 эпоху скажем. Так, а! Тут же 1000 стоит, как-то он, да. Ну, поэтому... Давайте сначала... Значит, посмотрим. Значит, вот у нас альфа был 0.1. Ну, не помогло. Давайте теперь альфа поставим, сделаем там 0.0.1. Не 0.0.1, а сейчас 1 минус 0.0.1. Так, ну, так... Давайте печатать, что ли. Печатать, что у нас получается. В каждом шаге. Еще, чтобы просто понимать, что происходит. Ну, да, вот оно у нас... Оно очень быстро нас вывело из области минимума. То есть мы ее проскочили и вообще даже не заметили. Нам для этого схватило даже вот такой истории. Значит, в реальном моменте делают немножечко похитрее. Там идея, ну, состоит в том, что мы просто хотим, чтобы у нас там через какое-то число эпох у нас просто вот этот градиент затух, который был там какое-то число эпох... Это было какое-то число шагов назад. В этом моменте делается немножко иначе. Real. Мы вместо того, чтобы вот здесь мучиться с добавлениями, значит, экспонент специальный, пусть он по умолчанию будет ноль. Здесь как раз проблемы уже точно не будет. И мы делаем следующее. Мы говорим, что у нас экспоненциальная вот эта штука, ее называют, например, обычно ее называют какими-нибудь буковками V, например, типа velocity. V умножить на альфа плюс текущий градиент. То есть мы V немножечко иначе обновляем, мы не умножаем градиент ни на что. Ну, потому что в принципе это логично, потому что мы не хотим, чтобы у нас первое значение там очень сильно на все повлияло, а остальные у нас там только очень много больших градиентов, например. Ну, если у нас сначала было много маленьких градиентов, у нас потом большие будут добавляться очень долго. Поэтому у того метода, который я показал, будут проблемы. А вот этот, он будет более оптимален в этом случае. Давайте мы его попробуем сделать. Опять же, сделаем даже, в данном случае сделаем, например, 0.9, моментом, который очень любят использовать. посмотрим, сойдется ли вот эта история к нашему... Так, пардон. Так, пинт в куру. Оно не падает, уже хорошо. Ну, вопрос, куда у нас сошелся в? Ну, в у нас уже стал меньше нуля. Ну, мы пошли, мы все-таки смогли перешагнуть вот этот минимум, но можно... Сейчас. Ну, да. Но можно сделать там еще, например, 0.1, например. Не 0.1, пардон. Скажем, 0.80, например. Сейчас. Сейчас. Чтобы у нас дольше хранился, 0.99. Вот. Вот оно уже... Теперь оно вылетело с ошибкой, потому что у нас мы очень низко... У нас мы смогли функцию очень сильно заоптимизировать. 0.93, например. 0.92. Не хочется. Ладно, давайте тогда мы его просто здесь поставим try.except. Мы ничего не делаем, если у нас произошла ошибка, потому что мы понимаем, что это ошибка, мы ее, в принципе, ожидаем. Так. Так. Mintum Real. Это, видимо, Subesh. Она, видимо, в Numpe содержится, необычная Fairflow. Вот. Что ж такое? Так. Дон. А! Она здесь еще, да. Все. Так, вот. Ну, да. У нас последний loss там минус 204 получился. То есть, очень-очень быстро мы сошлись. Вот. Соответственно, вот такой вот Momentum, он очень интенсивно используется. Потому что он очень полезен для того, чтобы вам, чтобы вы не... чтобы запоминать предыдущие градиенты. При этом понятно, что, так как на каждом следующем шаге вот мы на эту 0.9 домножаем, скажем, ну, сумму предыдущих градиентов. Если у нас градиент там был только один в начале там равный 100, то давайте просто можно посчитать, за сколько шагов он уйдет. То есть, вот у нас был только один на сотке, а остальные были там нули, скажем. То есть, мы ничего больше не добавляем. После первого шага он станет 0.9, он 90 будет, градиент запомнится. После второго это будет уже 81, после третьего сейчас 2, ну и так далее. И можно давайте на 0.9 в десятой степени, скажем, это умножим. Вот. Уже очень маленький. Если сделать там, скажем, 100, то есть за 100 шагов у нас полностью забоется этот большой градиент. Там за 1000 тем более. вот. Так. Хорошо. Значит, с этим мы тоже разобрались. Теперь давайте еще одну вещь сделаем и на ней как бы посмотрим, есть ли какие-то нюансы. И, собственно, одно из домашних заданий будет сделать моментум для многомерной функции, потому что для них та же самая проблема, конечно же, будет возникать. Значит, нам нужно написать градиентный спуск для многомерной функции. Значит, для этого нам нужно на самом деле не очень много поменять. То есть мы у нас вот этот ну давайте функцию напишем сначала. Напишем эту функцию. Значит, x в квадрате плюс y в квадрате. Но опять же у нас мы будем предполагать, что мы работаем с numpy, допустим. Тогда у нас значит не надо. Значит, у нас x, y значит нам нужно возвращать x в квадрате плюс y в квадрате. Хорошо, мы это вернули. Теперь мы сделаем df от x, y. Значит, здесь, к сожалению, вот как раз тут вариант, что уже нельзя просто частную производную, поэтому давайте напишем, что это градиент будет. Значит, что нам нужно? нам нужно. Значит, мы знаем, что у нас частная производная по x это 2x, по y это 2y. Ну, соответственно, мы должны вернуть вот такой вот вектор. Можно, например, сказать, что это у нас будет r. для многомерной функции вот тут специфичка у нас двумерная функция будет, чтобы, опять же, не мучиться с тем, что у нас градиент мы не можем посчитать по-человечески. Значит, ну и да, тут нужно 2 умножить на x, 2 умножить на y. Хорошо. Давайте дальше посмотрим. Значит, вот у нас есть эта функция, которая x в квадрате плюс y в квадрате. У нее, опять же, очевидно, один минимум и он, очевидно, в точке 0. Значит, что мы делаем? Значит, нам нужно просто переписать вот наш градиентный спуск таким образом, чтобы он работал, давайте возьмем самый-самый наш первый градиентный спуск. Нам нужно его переписать, чтобы он просто работал с многомерными переменами. Потому что мы на самом деле вот здесь возвращаем просто градиент отдельно для каждой перемены и мы каждую перемену просто должны отдельно из нее вычесть вот соответствующую эту штуку. Можно, в принципе, здесь есть у нас двумерная история, просто возвращать давайте кортеж действительно. Значит, как у нас будет выглядеть в этом, значит, мы принимаем уже градиент. так, v, теперь, это у нас по-прежнему v0, мы предполагаем, что нам будут передавать точку уже с двумя координатами. Значит, наша функция должна уметь работать вот этими двумя координатами, вот мы их передаем вот таким образом. Можно, в принципе, давайте для простоты пусть будет x0, y0. x0, и у нас будет xcur, ycur, будет x0, y0. Хорошо. Дальше что мы делаем? Дальше мы передаем это в функцию, то есть мы получаем наши значения, но нам просто нужно, чтобы хранить, что у нас вообще происходит. Дальше мы добавляем, так, и дальше вот у нас градиент. Значит, мы туда должны передать отдельно наши два значения, а дальше мы должны их поменять. То есть вот у нас вместо вот этого того, что мы один вес меняли, нам нужно просто два раза написать xcur равно xcur минус градиент, ну, давайте gx, gy. Гадиент по x, градиент по y. Значит, gx мы от, умножаем его на learning rate, и ycur, мы тоже делаем ycur минус gx умножить на learning. Только не gx, а gy. То есть опять же, мы фальчиски тут берем просто вектор частных производных, их по одной вычитаем. Здесь как бы вот в этом плане какой-то сложности нет. На самом деле, в реальности нужно чуть-чуть посложнее делать, просто чтобы у нас можно делать чуть-чуть посложнее. Значит, ну и дальше нам ничего больше не надо делать, по сути. Единственное, так, да, vs мы не будем добавлять, то есть мы будем хранить только loss'ы, и будем возвращать, нам нужно возвращать, собственно, xcurrent и ycurrent. Так, только, пардон, vs мы по-прежнему не хотим их добавлять. Хотим xcurrent и ycurrent. Вот. Ну, давайте этот градиентный descent попробуем применить вот к нашей задаче изначально. Значит, у нас градиентный descent, значит, мы хотим loss'ы получить, мы хотим получить значение x, y, и мы туда передаем, соответственно, что? Мы туда передаем как саму нашу функцию f, мы туда передаем градиент, мы туда передаем learning rate, но по-прежнему нам нужен. И вот здесь возникает еще одна проблема такого рода подходов, заключающаяся в том, что мы не учитываем того, что у нас параметры могут оптимизироваться с разной скоростью в принципе, и на самом деле хорошо бы, чтобы они действительно с какой-то разной скоростью оптимизировались. Скажем, что, опять же, пусть шагов будет тысяча, и скажем, что мы хотим x0 и y0, но давайте мы их зададим вначале. Это будет random, рендом, рендом. y0 у нас тоже будет np, рендом, рендом. Передали сюда x0, передали сюда y0. Вот, и мы видим, что что-то мы не то передали, значит, def takes one positional, but the two given. Видимо, вот этот градиент почему-то передали как-то кривовато. Посмотрим. Так, градиент, а, ну, потому что мы не переименовали, у нас же до этого это было типа просто производное. Проблема чисто Jupyter ноутбуков, почему помним, что у нас сверху было. Значит, давайте посмотрим, значит, x и y, к чему они у нас стали равны. Вот они близко стали к нулю, они не равны нулю, мы можем посмотреть, что у нас по-видимому просто еще процесс оптимизации еще не закончился. Вот оно у нас уменьшается. Можно learning rate поставить побольше. Скорее всего, оно у нас вот, да, оно сошлось. То есть, вот видно, мы действительно написали функцию, которая умеет работать с многомерными, ну, с многомерными функциями, но в данном случае, правда, многомерность это просто два input. Если мы хотим, чтобы оно работало со многими input, нам, к сожалению, придется вот это все переписать немножко. То есть, нам придется здесь сделать, чтобы у нас это был вектор передавался сюда. То есть, у нас эта функция работала с вектором и как-то его там обрабатывала, и градиент возвращал, соответственно, вектор. Ну, давайте мы это напишем. В принципе, тут какой-то большой проблемы нет, а от такого вот мы избавимся. Значит, что мы делаем? Мы говорим, что вот у нас функция на самом деле по своей сути принимает вектор. То есть, это будет опять v, но это вектор. И она первый элемент из этого вектора и второй возводит в квадрат и складывает. в принципе, можно это было даже так и сделать. А вот здесь оно v0 тоже v1. В принципе, ничего тут сильно не поменялось. Единственное, нам нужно тут тоже возвращать векторное какое-то представление. Ну, давайте, пусть это будет R, и что мы могли просто использовать векторные операции. Вот мы сделали. у нас теперь функция будет возвращать градиент в виде вектора. Значит, соответственно, здесь у нас опять это вектор. Здесь наша функция принимает вектор, градиент принимает вектор и возвращает производную по всему вектору. Вот, gv. Ну, и, соответственно, когда мы меняем вектор, мы можем сделать вот так вот, что v это, ну, обычно это просто пишет короче, минус равно learning rate умножить gv. Ну, или можно записать это в более прямом виде, вот так вот. Вот, так, ну, что мы еще не поменяли, мы не поменяли, что у нас вот эта функция должна принимать v, это у нас тоже должно уйти, у нас по сути, да, по сути. Так, ну, и возвращаем мы тоже v. Хорошо, ну, давайте попробуем с вот этим как-нибудь поработать. Значит, в этом случае нам нужно два числа, ну, благо random умеет нам возвращать сразу два числа. Вот, наш v был таким, и мы хотим, чтобы нам вернулся тоже v. Давайте проверим, что мы здесь возвращаем v. Давайте посмотрим, будет ли это работать. да, это работает, это работает, ну, точно так же, да. Действительно, мы опять нашли минимум нашей функции, опять его нашли правильно. Значит, что здесь классно? Здесь классно то, что вот теперь мы уже для многомерного случая написали, на самом деле, градиентный спуск, потому что за то, что функция умеет работать с многомерным входом, вот эти две, то есть функция сама и вычисление градиента, отвечаем не мы уж. а все от нас зависящее мы сделали. Давайте теперь посмотрим на другую функцию, вот такую, например. Я специально сделал функцию, она, у нее тоже есть минимум, по-моему, он у нее даже, ну, он не один, конечно, но, по-моему, на этой области он один. Так, давайте посмотрим, опять же, что наша функция будет искать. Нам, к сожалению, эту функцию надо переписать для начала. Опять же, вот эта вот проблема с тем, что мы работаем сейчас не в каком-нибудь притарче, который умеет со всем этим работать. Значит, нам эту функцию надо сначала руками написать. Значит, у нас четыре четыре умножить на х в четвертой плюс четыре умножить на у в четвертой. На самом деле, все-таки видно даже, что несколько минимумов будет на у в четвертой и у нас вот эти минусы. Давайте я просто скопирую. Минус пять х в третьей. Так, х в четвертой. Опять на х в третьей и минус и плюс х в квадрате. Вот, нуля в квадрате. Так. Так, только в четвертой, а не в квадрате. Здесь у нас четыре на... Да, четыре на... Четыре на... А здесь у нас просто один. Так. Такая у нас функция. Похожа на правду. Значит, сделали эту функцию. Теперь нам нужно посчитать ее в производную. Опять же, за счет... Ну, опять же, многие фреймворки для работы с нейронными сетями, они умеют сами это считать. по сути всех в зависимости там от сложности производной. Так. Ну, то есть, опять же, везде нужно просто посчитать... Так. А, нужно посчитать отдельно по элементам. Опять же. Значит, у нас, опять же, значит, по первому компоненту вектора надо все посчитать. И по второй. Вот по второй посчитать легче, потому что у нас она только один раз содержится. То есть, у нас по у производная это 3... Фу, 4 умножить на v1 в степени 3. Ну, просто потому, что у нас v, потому что у нас y встречается ровно один раз здесь. У нас не могло возникнуть больше. А вот здесь будет сложнее, потому что это 16 умножить на v от 0 в степени 3 плюс нужно вот эту историю добавить. это будет 15 на v от 0 в степени 2 и плюс это будет 2 на v от 0. Ну, уже просто. Вот. Ну, похоже на правду. Так. Хорошо. Ну, давайте попробуем у этой функции поискать минимум. Посмотрим, какой там будет последний лось. Тоже в нуле, да? В нуле она говорит, что у нее но в нуле тут 0. Действительно, можно ли меньше? Давайте посмотрим вот на этот, мы его строили же. По идее, этой функции должно быть меньше. минимум. Ну, ну, у нее на самом деле действительно минимум 0. То есть, действительно, у такой функции тоже находится минимум, и он на самом деле не очень сложно находится, тоже что-то близкое к нулю. Вот, теперь возьмем вот такую функцию, у нее минимум не в нуле, такую более сложную. вот. Только ее дифференцировать, мы сейчас убьемся. Ладно, давайте эту функцию на дом оставлю. Просто можно будет посмотреть спокойно, как это дифференцировано. То есть, нет, тут понятно, как это дифференцировано, просто рисовать это будет весело. ну, давайте, да, давайте сначала эту, потом уже на исходных силах ту штуку посмотрим, как дифференцировать. Значит, вот у нас есть такая функция, она очень простая, в отличие от предыдущих. Просто x в квадрате минус y в квадрате. Значит, давайте мы возьмем и у этой функции, ну, тоже ее запишем, то есть, посчитаем у нее производную и посчитаем у нее так, больше нам ничего не имеет, ну, и градиент посчитаем. Значит, это, значит, у нас получается x в квадрате, то есть, это отличие от первой самой функции вообще на минус просто. x в квадрате минус y в квадрате. Ну, и здесь, соответственно, то же самое. У нас просто производная будет с минусом. Так, ну, хорошо, давайте попробуем вот к этой штуке применить градиентный спуск. Сначала просто попробуем вот в тупую применить. Потом подумаем. И вот оно сошлось к какому-то ответу. На самом деле, этот ответ почему-то что-то близкое к нулю. То есть, вот здесь ноль, а здесь не ноль. Давайте мы сделаем learning rate. Нет, давайте шагов сделаем побольше. и вот у нас функция сходится, продолжает сходиться к нулю. То есть, типа, по одной оси у нас ноль, по другой оси у нас оно ну, что-то не очень тоже большое. 0,179. При этом, на самом деле, мы видим, опять же, вот эту самую проблему, что, если подумать, у нашей функции, очевидно, есть минимум, у нее нету минимума. То есть, если так просто посмотреть на эту функцию, у нее нет минимума. Потому что глобального, если там в случае точно, для локального тут тоже не найдешь. Значит, потому что у нас просто есть вот эта компонента минус y в квадрате. Это, соответственно, означает, что вы идете вниз, 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 пока у вас не кончатся силы. А почему-то градиентный спуск нас устойчиво загоняет в какую-то, ну, в какие-то веса, которые, ну, явно не очень отрицательные. То есть, может посмотреть, может, может, мы все-таки чуть-чуть хотя бы выбрались, но, вообще говоря, не похоже. Мы могли нашу функцию сделать очень-очень маленькой, но что-то у нас пошло не так. Давайте просто попробуем, там, f, там, единичка и, например, минус 100. Просто 100, например. Что у нас там будет? Сейчас, так. Да, нам нужно намперы туда передать. Ну, или список, но давайте будем. Вот, минус 999. Ну, то есть, у нас очень большое значение, ну, то есть, у нас очень маленький лосс, может быть, но при этом, вот, наш SGD, он, на самом деле, он вот застрял вот в этой точке. То есть, на самом деле, если просто посмотреть на то, где наша точка сейчас расположена, она будет расположена аккуратненько в точке 0, ну, и чуть-чуть, чуть-чуть дальше от 0 у, потому что все-таки функция тут приблизительно понимает, что, ну, все-таки у тут, то есть, по у надо меняться куда-то, но меняется оно очень медленно, и не факт, что мы оттуда вылезем вообще. Вот это седловая точка. То есть, вот как раз-то та ситуация, в которой нам как раз-то бы здесь моментом очень бы даже помог. Через моментом мы бы смогли выкрутиться, вот с моментом. Собственно, домашнее задание будет заключаться в том, чтобы взять и посмотреть вот в этой истории, а когда можно в какой-нибудь моментом попасть. Так, у этой функции, сколько я помню, у нее всего один минимум, на самом деле, поэтому она не особо интересная. Ладно, давайте ее уже, уже времени вообще нет, уже задерживаю вас. Кто хочет, может посчитать, но либо написать нет. Здесь на самом деле, чего сложного, тут единственное, что сложное, что придется воспользоваться формулой сложной производной. При этом помнишь, что у вас для, в случае с x, вот это вот, и вот это вот является константой, но в случае с y, наоборот, у вас все, что с x, что содержит x, это тоже константы. И при этом у вас эти все штуки, они все равно будут возникать. То есть, у вас вот это будет возникать в производной, просто это писать долго скорее. Проблема, просто это записать руками. Вот. Соответственно, вот мы видим, что в многомерном случае есть тоже эта проблема, тоже градиентный спуск, который вот просто самый простой, он не работает идеально. То есть, у него есть проблемы, которые мы, которые нам придется дальше работать. Соответственно, домашним заданием будет просто взять и моментум написать для градиентного спуска по нескольким переменам. И кроме этого, будет еще там одна задача. Посмотрю, я ее дам в одномерном или многомерном случае. Потому что, в сути, это не сильно меняет, но просто сложность некая все-таки есть. Написать это в многомерном случае другой еще метод, который тоже неплохо работает. Вот. На этом мы с оптимизацией, собственно, от меня закончили. В следующий раз вам Игорь расскажет, собственно, как делать оптимизацию второго, используя аппоксимацию вот этой, аппоксимацию Гестиана. Вот. Всем спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok